Вы когда-нибудь катались на велосипеде боком? А как насчет того, чтобы крутить педали паря высоко над землей? Итак, это пять необычайных велосипедов, которые вы обязаны увидеть. Поехали! Хальбрат. Обратно пропорционально тому, как растет население планеты, уменьшаются размеры принадлежащих нам вещей. Квартир, электронных устройств и зарплат. Уменьшаются машины и объем их багажника. Если ваш велосипед не складывается, возможно, вы предпринимали попытку всунуть его в багажник целиком и, с сожалению, обнаружили, что влезает не более половины велосипеда. Жаль только, что на половине велосипеда нельзя кататься. Или все-таки можно? Феликс Крушард, создатель модели Хальбрат, считает, что можно. С немецкого языка Хальбрат означает полвелосипеда или полколеса и представляет собой не что иное, как честный полвелосипеда. Благодаря компактным размерам Хальбрат удобен для хранения даже в самой скромной квартире и перевозке в общественном транспорте. Его длина 79 см, высота не более метра, а вес всего 9 кг. Велосипед оснащен двухскоростной трансмиссией и ножным тормозом. У него почти отсутствует рама, а небольшой руль расположен за сидением. При первом взгляде складывается ощущение, что ездить на нем будет проблематично. Но только взгляните на демонстрацию, проведенную самим немецким изобретателем. Велосипед выглядит простым в управлении, резвым и функциональным. Сноубордбайк За почти 200 лет существования велосипеда его облик несколько раз менялся, но основная концепция оставалась той же. Нечто принципиально новое представил миру бостонский изобретатель и обладатель множества патентов Майкл Киллиан. Чтобы прокатиться на так называемом поперечном велосипеде, наездник должен сесть боком, перпендикулярно движению колес. Позиция напоминает положение тела сноубордиста при катании. Отсюда и название – сноубордбайк. Педали и сидения байка также расположены под почти прямым углом к колесам. Защитная дуга за спиной велосипедиста не позволяет тому чрезмерно отклониться назад и потерять равновесие. Движение каждого колеса регулируется автономно с помощью двух маленьких рулей на правую и левую руку наездника. Это придает изобретению Майкла Киллиана большую маневренность, а также развивает вестибулярный аппарат. Наверное, опытному велосипедисту покажется более непривычным то, что направление движения здесь регулируется раскачиванием тела вперед-назад, а не вправо-влево, как в традиционных двухколесных моделях. Однако стоит лишь приноровиться к этому небольшому отличию, как поездка подарит по-настоящему завораживающее ощущение. Пара Велла В последние годы изобретатели не раз удивляли мир своими головокружительными летательными аппаратами. В 2013 году британские инженеры Джон Форден и Яни Крит из компании Эксплойер Эа представили одно из самых интересных и долгожданных устройств – летающий велосипед. Гибрид наземного средства передвижения и параплана представляет собой складной односкоростной велосипед с рамой из высокопрочного алюминиевого сплава, к которому сзади крепится легкий алюминиевый каркас на колесах, оснащенный мотором и пропеллером. Трехлопастной винт приводится в движение двухконтактным двигателем мощностью 22 л.с., работающим на биотопливе. Нейлоновый парашют и страховочная система находятся в рюкзаке за спиной водителя. Экологически чисто летающий аппарат разгоняется до 25 км в час на земле и до 40 км в час в воздухе, поднимаясь на высоту до 1 км 200 метров. Запаса топлива в баке хватает на 3 часа полета. Большинство стран не требуют лицензии на управление подобным видом транспорта, но создатели Паравелла настоятельно рекомендуют пройти небольшой курс обучения, прежде чем отправиться в самостоятельное путешествие по небу. Стритфлайер Если вы давно гресите полетом под облаками, но боитесь высоты, возможно, вас заинтересует следующая безумная идея. Группа студентов из штата Колорадо под руководством доктора наук Карстена Меринга разработала велосипед, симулирующий ощущение полета на дельтаплане. На высоте чуть более полуметра вас вряд ли станут подстерегать опасности, которые подразумевает реальный полет. Например, изменение направления ветра или столкновение с птицами. Желающие прокатиться на велодельтаплане должны подвесить себя к изогнутой карбоновой раме при помощи специальных креплений и прочно взяться за рукоятки, к которым подведены ручные тормоза. Чтобы тронуться, водителю придется использовать силу собственных ног или попросить помощи товарища. Набрав скорость, он может поместить ноги на заднюю подножку и наслаждаться ощущением полета. Теперь всю работу за него будет выполнять электродвигатель мощностью 750 Вт. Пока Street Flyer не умеет разгоняться быстрее 13 км в час. Но, по словам куратора проекта доктора Карстена Меринга, в будущем максимальная скорость велодельтаплана составит не менее 40 км в час. Лунартик Сама по себе идея велосипеда с колесами разного диаметра далеко не нова. Вспомним эффектную модель Penny Farting с гигантским передним и маленьким задним колесом, получившую распространение в 80-х годах 19 века. Концепция продолжает жить. И недавно воплотилась в работе молодого дизайнера Люка Дугласа, студента Английского университета дизайна и технологий. Первое, что бросается в глаза в модели Лунартик, это большое безосевое заднее колесо. Необычная маневренность, создаваемая передним маленьким колесом, в то время как большое заднее отвечает за скорость и устойчивость. В свою очередь, ременной привод проще в обслуживании, тише в работе и не требует смазки, в отличие от стандартной велосипедной цепи. И хотя дизайнеру придется проделать еще немалую работу, чтобы вывести свое детище из стадии прототипа, возможно, в скором времени велосипед Лунартик станет доступен любому землянину. Надеемся, что не за заоблачную цену. А на этом сегодня все. И не забудьте подписаться. Моя мастерская, твое настроение.